Мы делаем строго по требованиям Роспотребнадзора, мероприятия на улице и если это какие-то совместные спортивные соревнования, строго в раздельное время. Но все будет проведено и дети явно не соскучатся. Проводить больше времени с учащимися на улице – одна из главных задач, стоящих перед педагогами на период работы летних лагерей, которые откроются на базе школ уже со следующей недели. Это все бесплатно для деток. Какой охват детей? Охват – это именно дети трудно-жизненные ситуации, дети из малообеспеченной семьи, это опекаемые детки и дети, которые состоят на учете в КДН. Охват детей – это начальные классы, первые, четвертые классы. В этом году в виде исключения еще такой год, непростой для нас, для всех, это еще и пятые классы. На базе 34 школ трехнедельный летний отдых организуют для почти полутора тысяч обучающихся. Детей обеспечат трехразовым питанием – это завтрак, обед и полдник. Кроме того, ребят ждет познавательный, спортивный и интересный отдых. Сейчас мы смотрим, как школы готовы, все ли требования будут соблюдаться, все ли есть условия для безопасного нахождения детей здесь с точки зрения профилактики нераспространения коронавирусной инфекции. Проверка прошла в седьмой гимназии и школе номер три. Группа детей будут располагаться в разных кабинетах. Санитайзеры, маски и перчатки по-прежнему обязательный атрибут. Парты в классах и столы в столовой расставлены с учетом социальной дистанции. На этажах и в туалетах также есть средства индивидуальной защиты. Помещения обрабатываются несколько раз в день. Местные единороссы в рамках партийной программы «Новая школа» также принимают активное участие в проверке школ вместе с остальными членами компетентной комиссии. Школы готовы, ждут своих детей и самое главное, что родители и дети ждут открытия этих лагерей. Ну а партийцы, они как всегда, мы поддерживаем все вот эти проекты замечательные, которые есть, тем более в школе. В режиме дня утренний фильтр для школьников и персонала. Все педагоги проходят тест на ковид. Кстати, подать заявку, чтобы отправить ребенка в летний лагерь все еще возможно. Подробную информацию можно получить у классных руководителей.